что в комментариях кроме того что ты читаешь тупая галантинка ничего другого не свечи по-моему человека определяют сначала по одежде по оболочке а потом уже скажешь а по перс... поậtке слову ... слово персональное говорится ты там персональнее ну как персона, где сказать как персона ты видишь себя? только камера у нас там, которая снимает вот камера у нас там, а видно у нас вон там расскажи, как тебя зовут? чат сначала надо марахвет марахвет навести хорошо зеркало здесь да Что мне о себе рассказать? Как тебя зовут? Меня зовут Алина. Алина, а как ты попала в Голливуд? Она в Голливуде, это новая Мерлин Монро. У меня была такая мечта, приехать сюда и жить вообще в Америке. Но мне нравится очень так же. Ямино там жарко, и Нью-Йорк, но там слишком холодно. А тут идеальная погода, идеальная. Зимой и летом. И когда мне исполнилось 18, через месяц я приехала. Тебе уже исполнилось 18? Да. А приехала ты откуда? Я приехала из Латвии. Вау! Маленькая страна. Маленькая страна, а какой город? Юрмор. Юрмор. Это там, где у вас постоянно музыкальные всякие вот ходы? Да, да, да. Была новая волна, но ее там закрыли. Также у нас там песочек, теплое море. А что еще в Латвии? В Латвии очень скучно, но там очень красивые здания. В стиле Югин. Югин? Да, Югин. Зачем ты приехала? Потому что Латвия это страна без будущего. Да, прям категорично заявила. Ну, потому что там единственное, что развито, это медицина. То есть у нас очень хорошие, да, школы. В Латвии латвийская медицина. Для латвийцев? У нас очень дорого там стоит все. Хорошо. Ты поставила определенную задачу, когда ты уехала из Латвии в Голливуд. Вот ты сейчас живешь здесь. Какая у тебя стоит программа минимум и программа максимум? Вот что ты хочешь? Минимум это я хочу пойти в колледж со следующего года и, возможно, подрабатывать призы. Мне кажется, как все в Голливуде, почти все. А ты делала уже какие-то портфолио, чтобы куда-то уже на кастинг отдать и уже куда-то пробоваться? Да, у меня есть, но я не очень довольна ними. Как бы я жду того проекта, которым я могу гордиться и везде показываю. В данный момент у меня, к сожалению, такого нету. У меня есть один проект, который, к сожалению, режиссер не может отредактировать. Это прекрасное творение, так что я все жду. Самое, на что я рассчитываю, это пойти учиться. Я еще не знаю, в какой области, наверное, либо в сфере банка. Банкутского дела, да. Либо... Ну да, в сфере... Я просто хочу открыть свое... Финанское. Да, в сфере финанское, я хочу открыть какое-то свое дело. Либо, может быть, в моду, но я не уверена. Самое большинное, что я рассчитываю, это, конечно, мечта, что ты идешь по улице. И тут ты встречаешь какого-то прохожего. Ты роняешь ручку, он поднимает твою ручку и говорит, «Девушка, как вас зовут? Меня? Алина? О, господи! Вы шикарная! Пожалуйста, снимитесь мою фильмы! Он будет в прокате и вы станете звездой после этого фильма!» Ну, я не знаю. Я подумала, погодите, Даня решила, я согласна. Да, я решила, я согласна. И тут ты, конечно... Алина, тебе, вот я тебя немножко за этот наш сегодняшний вечер уже узнал, тебе нужно сниматься в реалити-шоу. То есть, вот, ты персона. Ты человек, за которым куча народу, а я уверен, было бы интересно наблюдать. Наблюдать, как у тебя что-то происходит. Какие-то там движения, какие-то подъемы. Подъемы, вот любые такие реалити-шоу, да, они как раз привлекают кучу людей. И в этой куче людей может появиться как раз тот, который возьмет ручку. Да, вот он подъем на эту ручку и может предложить. Возможно, мы даже по-кумекам над этим, чтобы снимать реалити-шоу. Я несколько реалити-шоу помогал снимать. Это действительно очень прикольно. Но все зависит от формата. Какой формат выбирается? У тебя реальный формат этого шоу, как ты приехала и шаг за шагом встречаешь новых знакомых. Мы сегодня с тобой познакомились. Каждый день у тебя происходят какие-то общения. И учеба у тебя там какая-то началась. Или, допустим, у тебя произошла встреча с человеком, которые друг другу понравились. Потом у тебя разочарование в этом человеке. Ну, как стандартно, в принципе, сейчас многие друг другу разочаровываются. Тут одни мексиканцы. Познакомилась с мексиканцами и уехала на плантацию. Собирать кактусы. Морихуану. Ну, про морихуану мы в отдельный. Потому что это целое, можно такое реалити, как Алина поехала за травой. То есть, выпуск, то, как Алина оделась в специальную одежду, да, чтобы там на сбор травы. Я никогда не видела, как растет морихуану. Ну, то есть, это плантация таких огромных-огромных кустов, да, вот, листья, там, вот, ягодки, эти шишечки, цветочки и все вот это вот. Просто многие ассоциируют вот эту вот морихуану в большинстве с наркотиками. И я ассоциирую тоже морихуану с наркотиками, но я просто про нее знаю немало, потому что из этой травы делаются и лекарства, в которых нет никакого наркотика. Вот я показывал капельки, там, допустим, есть такие специальные капельки, которые снимают напряжение, депрессию, даже помогают в экологических случаях, там, снять боль, вот, и побороться с клетками. Вот, поэтому, такое реалити-шоу, да, Алина отправляется за, так скажем, очередным мешком травы, с которым ее в процессе арестовывают, сажают в тюрьму на... Конец шоу! На 25 лет, и дальше продолжается реалити-шоу Алина за решеткой, знаете, как называется, это уже во втором сезоне, Алина за решеткой. Ты плавать умеешь? Да. А на серфинге пробовала? Нет, но очень-очень-очень. Ну вот, сейчас уже, конечно, не сезон, вот, буквально еще месяц назад, вот, да, мы там купались, плавали на серфе, и вот многие, кто приехал сюда, в Америку, в Калифорнию, никогда в жизни даже эту доску не держали. Вот я, собственно говоря, тоже. Это я. Мы, я вот за лето научился, мы жили в Сан-Диего, и каждый выходной катались на серфе, и приходили девочки, мальчики, разные возраста, там, от 16 до 65, у нас были знакомые. Приходили, и через неделю-две уже становились, и волна тебя подтаскивает, и ты по этой волне серфа. И вот знаешь, это очень значимо, так вот, можно сопоставить, как ты приезжаешь в Америку, и тебя эта волна подтаскивает и тянет. Но, главное, научиться стоять на доске. Я тебе желаю научиться стоять на доске, а доска это твоя жизнь, чтобы ты шла там неуверенно, знаешь, просто напролом. Если ты выбрала программу МИМ, значит, выполни сначала программу МИМ, а уж найдется человек с ручкой, который поднимет, потом скажет, ну, блин, пожалуйста, снимитесь у меня в сериале, вы просто безумно, гласная клиза. А у тебя, наверное, все это получится. Спасибо. Дай-ка. Спасибо.